история наука это тезис здравствуйте сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук и редактор интернет-журнала вдоль по линии кавказа константин скиба здравствуйте приветствую тебя мы продолжаем цикл лекций который посвящен истории развития взаимоотношений советской власти и кубанского казачества а в первой части мы говорили о этапе гражданской войны с данным материалом всем вам мы рекомендуем ознакомиться кликнув по соответствующим ссылкам в описании к данному видео сегодня мы поговорим о не менее интересном важном и в какой-то степени однозначном этапе отечественной истории о периоде новой экономической политики а точнее о кубанском казачестве в годы нэпа константин ну и конечно же первый вопрос почему мы выделяем леп вот какую-то отдельную тему нашего разговора совершенно резонный вопрос если учесть что как правило вообще в таком обыденном сознании когда изучается история нашего государства вот эти периоды обычно так и дают там советский союз двадцатые тридцатые годы то есть нет какого-то разделения мы его это разделение делаем сознательно почему но хотя бы по той причине что если рассматривать степень изученности различных этапов в истории нашего региона в том числе и тема советская власть и кубанские казаки взаимоотношения между ними то получается что вот о гражданской войне даже больше известно больше написано книг больше выпущено различных различных там документальных фильмов и так далее тридцатые годы тоже определенная есть такая наработанная база а вот двадцатые такое как бы проседание определенное то есть информационный легкий провал который видимо мы решили как-то восполнить потому что что происходило в годы нэпа в взаимоотношениях советской власти казаков там были очень разноплановые очень как бы разнонаправленные разновекторные события о которых просто люди мало знают то есть гораздо меньше чем еще раз повторюсь о событиях гражданской войны на кубани итак с чего мы начинаем ну начнем и вот чего что конечно официальные хронологические рамки нэпа это 1921 год 1928 мы не будем придерживаться жестко этих рамок потому что любых исторических событий есть определенная как бы там предварительные какие-то моменты там преамбула из предыдущего периода что какая-то своя логика развития перетекает одни проблемы в следующие этапы так и здесь то есть наш разговор пойдет о событиях все таки сперва 1920 года ну а потом уже собственно мы по событиям и по тоже пройдемся то есть кое-что мы напомним что о чем мы говорили в предыдущих наших лекциях краткое содержание предыдущих серий и так 1920 год март месяц то есть в это время значит красная армия победоносно вступает на территорию кубани значит практически без боя был оставлен екатеринодар белые части отступают то есть вооруженные силы юга россии подчиненные деникину то есть потом происходит так называемая новороссийская катастрофа как ее сами белые называли то есть эвакуация морем из новороссийска и туапсы в крым ну собственно это достаточно известные события но вот интересный факт в людской среде ну даже наверное среди тех людей которые толпились на этих причалах когда уходили корабли потому что взяли далеко не всех даже такая бытовала что ли невеселая сатирическая песенка частушка что погрузили всех сестер дали место санитаром офицеров казаков побросали комиссаром ну соответственно нас вот и должна интересовать фраза о том что побросали казаков да действительно новороссийск когда вот отступающие войска белые вошли в него то есть далеко не все были эвакуированы морем то есть в первую очередь были оставлены ну те же самые казаки причем вот донская армия это структурное подразделение вооруженных сил юга россии ну там было где-то примерно двадцать две тысячи шашек огромное количество казачьей кавалерии их вообще отказались эвакуировать их бросили и кстати это даже нашло отражение свое в очень известном таком эпохальном фильме режиссера герасимова тихий дон то есть та самая экранизация 1957 года классическая когда вот там была такая сцена что стоит григорий мельхов на этом новороссийске на причале и вот эти вот одностаничники братья казаки пароходы уходят они они туда не попали то есть это ну яркий конкретный исторический факт который ну реально имел место константин а вот смотри ты сейчас упомянул о собственно всюр то есть да вооруженных силах юга россии упомянул о донских казаках а вот что касается кубанских казаков их вообще взяли на эти уходящие корабли или они остались комиссаром но хорошо да правильно потому что донские казаки это донские казаки нас в первую очередь должен интересовать кубанский там у них немножко иная судьба была потому что в новороссийске кубанских казаков ну практически не было дело в том что так называемая кубанская армия которая до этого называлась кавказская армия вооруженных сил и россии то есть переименованная она отступала по другому маршруту она отступала от красных войск на туапсе потом сочи и дальше вот по этому побережью сторону границы с грузией вот но правда их там ждал неприятный сюрприз дело в том что они видимо надеялись что они уйдут от преследования скроются от наступающих красных войск на территории независимого грузинского государства но скажем так этот неприятный сюрприз заключался в том что грузины имевшие определенную как бы зуб как это ну какие-то сложности в отношениях с деникиным кубанскую армию к себе не пустили то есть вот такая специфика была почему не пустили что же там за зуб такой был интересный ну дело в том что грузины помнили события 1918 года когда они захватили практически все побережье черноморская кавказа вплоть до туапсе объяв это исконными грузинскими землями то есть сыграл свою роль этот грузинский национализм нарождающийся а когда деникин уже вошел в силу и когда войска значит красной армии были вытеснены с кубани вообще с кавказа точно так же были стычки боевые столкновения с грузинскими частями которых выдавливал выдавливали додавили до границы там вот сочи адлер современная абхазия и там вот такая шаткая нейтральная зона образовалась ну то есть получается что в отношениях между добровольческой армии деникина и грузинским правительством были очень серьезные проблемы то есть с одной стороны вот это вот единая неделима россия деникина вот и вот этот вот грузинский национализм наверное они там вспомнили еще свою царицу тамару средневековую что вот ну великая грузия весь кавказ был под грузинами ну и вот это видимо сыграло свою роль что когда практически 60 тысяч войск кубанской армии подошли к этой границе их туда не пустили то есть не разрешили переходить границу такой неприятный сюрприз ждал кубанских казаков в этой в этом месте то есть получается что это уже апрель 1920 года и что тогда оставалось делать этой 60 тысяч на и кубанской армии ну им пришлось сдаться в плен то есть все они сдались под адлером в плен красной армии приняв все условия которые были выдвинуты и в воен советом революционным военным советом девятой армии 9 красной армии соответствующий акт стороны подписали в сочи вот и только очень малая часть кубанцев в основном офицеры они смогли эвакуироваться в крым к врангелю на пароходах которые все-таки там немножко были присланы вот такая ситуация и вот как об этих событиях вспоминал уже нами много цитируемых предыдущих выпусках полковник кубанской армии федор елисеев 19 апреля старого стиля 1920 года это был день великого смятения весть о капитуляции облетела все уголки и ущелья где ютились полки и беженцы до 60 тысяч человек все сразу заворошилась все боялись сдачи и двинулись к адлеру и за адлер ну границы с грузией все почувствовали конец всему и очень близкий и жуткий у адлера на рейде стоял пароход бештау весь облепленный казаками словно мухи на меду рано утром 20 апреля но на следующий день мой первый взгляд был брошен на адлер с нашего хребтика горы ну то есть вот это местности где вот там ночевал этот пол которым командовал елисеев глянул я на море и у меня похолодило сердце на море полная гладь и нет бештау и вообще нет пароходов я узнал что атаман но тогдашний атаман на тот момент кубанского казачьего войска буклетов ночью выехал на пароходе в батон вместе с ним все генералы чтобы уехали власть и над армией никакой то есть получается какой-то единственный пароход из крыма был прислан вывез какую-то часть вот этих казаков командование бросив армию сбежала в независимую грузию а люди были брошены на произвол судьбы десятки тысяч человек ну а дальше елисеев говорит что потом был получен приказ такого содержания завтра двадцать второго апреля на грузинскую границу пройдет батальон красной пехоты для занятия постов ну то есть для демаркации до границы между грузией и уже получается советской россии частям все оружие орудия пулеметы там винтовки револьверы сложить в порядке у шоссе то есть такими кучками вдоль дороги разложить винтовки в козлы орудия пулеметы в ряд выставить и возле них не быть казакам ну то есть от оружия отойти казакам разрешили оставить при себе только холодное оружие там шашки кинжалы а офицерам револьверы приказали всем снять внешние отличия погоны и во избежание неприятностей вот это все соблюдать при проходе красного батальона разрешалось снимать не снимать только боевые ордена великой войны ну то есть напоминаю что в царской россии вот в эти годы никто первую мировую войну не называл первая мировая война потому что видимо хотя бы потому что никто не знал что то есть в россии говорили великая война или вторая отечественная делая аналогию с двенадцатого года это вторая отечественная война ну там в простонародье говорили германская война война с германцем ну то есть вот георгиевские кресты которые были заслужены в боевых действиях на германском фронте а венгерском да а награды белой армии категорически убрать снять и так далее ну елисеев заканчивать что и вот наконец значит этот приказ был прочитан перед войсками и сам елисеев сказал ну все это конец всему все катастрофа то есть вот вот так все произошло сдача кубанской армии плен можешь подробнее рассказать именно об условиях сдача для начала скажем что услуги были очень мягкие что уже вот как-то сразу не совпадает с этим нынешними трактовками взаимоотношений советской власти и казаков что сплошной негатив сплошной там трэш угар жесть современными словами говоря а тут вот такие условия ну кое-что прочитаю и так гарантируется свобода всем сдавшимся за исключением уголовных преступников преступников которые будут будут подлежать суду революционного военного трибунала ну то есть это самых отъявленных головорезов да то есть кто отметился у кого колеса луки по руки по локоть в крови были дальше гарантируется свобода всем сдавшимся искренне раскаявшимся в своем проступке и выразившим желание искупить свою вину перед революцией поступление в ряды красной армии и принятием это кстати очень важная такая вот фраза активного участия в борьбе с польшей посягнувший на исконные русские территории то есть этот важный момент политический что началась война с польши причем как началась поляки напали и успешно вот это захватывали территорию там западной украины белоруссии вообще до киева дошли киев взяли и тогда уже встал вопрос что многие белые генералы почему тогда ну и до этого и вот в этим в эти моменты в эти дни месяцы пошли служить красную армию не сказали идет речь о россии как таковой то есть поляки здесь не враги большевиков поляки враги россии и ничего хорошего от этого от этой польской войны и польского наступления русским людям ждать не стоит и вот сыграв на этой патриотической нотки то есть красная армия пополнилась существенно вот бывшими там белыми генералами офицерами и ну и в том числе рядовыми солдатами казаками которые пошли воевать на польский фронт ну а для них это еще было как бы искуплением вины кстати мы уже упоминали тихий дом григорий мелехов точно также сдавшись в плен новороссийске оказался на польском фронте и заработал там себе красный орден а потом уже вернулся домой ну еще немножко из этого как бы документа инициаторам и руководителям восстаний свобода не гарантируется ну то есть верхушку вот эти наиболее оголтелых одиозных лидеров мы арестуем их закроем они подлежат или привлечению в трудовые батальоны или заключению в концентрационные лагеря до конца гражданской войны и только в виде особой милости они могут быть допущены в ряды красной армии то есть опять поблажка то есть вы плохие но если вы как говорится покаетесь вам тоже дадут возможность искупить и причем и тут есть фраза концентрационный лагеря ну не надо думать что это классический немецкий концлагерь времен второй мировой войны мы еще как вот эти красные концлагеря какие были порядки мы упомянем ну и вот еще в завершении этого документа что все огнестрельное оружие шашки подлежат сдачи кинжалы могут быть сохранены под честное слово с тем что они не будут обращены против советской власти и отдельных ее представителей но тут еще надо помнить что вообще на кавказе мужчина без кинжала это не мужчина и казак тоже без кинжала практически никуда не выходил то есть чтобы не оскорблять вот это вот казачье самолюбие вот эти вот ну как бы национальные культурные кавказские моменты кинжалы оставили чтобы лишний раз вот не доводить до каких-то вот эксцессов и произошло то есть вот такой документ то есть его основное содержание константин но смотри мы установили факт что вот так называемая кубанская армия она практически полностью сдалась красным да вот неужели никого не расстреляли да действительно не расстреляли хотя вообще как бы вот эту тему когда стали разрабатывать и начали эти все ролики писать вот как раз мы и пытаемся объяснить людям что современном российском обществе накопилось столько исторических мифов мифов столько исторической неправды которые с которыми нужно бороться в том числе вот один из них что чуть что стоило вот представителям белого движения оказаться в плену красных тут же расстрел вот тут же расстрел вот всех подряд кстати на вопрос а что было с этими пленными казаками потом опять же написал тот же федор елисеев он написал так что от сочи до туапсе мы шли пешком сумками на плечах и сборками подмышкой то есть пешим порядком их обратно как бы отправили из туапсе громадными составами поездов нас доставили в белореченскую оттуда пешим порядком мы пошли в екатеринодар на удивление никакого конвоя хочешь бежи никто не охраняет лишь один матрос на кабардинском коне под казачьим седлом летал вот по длинной ленте движущихся пленных людей что-то там выкрикивал командовал но его никто не слушал и он совершенно не придирался никому то есть как бы он формально выполнял какие-то там конвойские функции они формальные казаки форма и слушали и шли и шли куда шли до часть казаков направили в армавир но главную массу сосредоточили в екатеринодаре на окраине на дубинке в больших там дощатых там кирпичных сараях каких-то сыпках зерновых ну то есть вот вот это тот самый концлагерь куда их привезли и дальше об этом концлагере елисеев пишет лагерный режим был не строгий из станиц прибывали родичи с продуктами свободно допускались в лагерь вот такой концлагерь да или же пришли красные командиры и сказали что кто хочет из лагеря уйти к родным с ночевкой может идти переночуете покушаете помоетесь там побреетесь и вернетесь обратно на регистрацию там на на проверку перекличку да вот если хотите если из родственников можете погулять по екатеринодару посмотреть на новую жизнь то есть как людям живется под большевиками вот вот такой концлагерь был да короче говоря в итоге всех гражданских ну кто беженцы с этой армии вот например у елисеева его младшая сестренка она с ним этот как бы поход совершала девочка там 15 лет по моему вот ну и отпустили все давай в станицу возвращайся вот и все гражданских беженцев рядовых казаков младших офицеров распустили по домам то есть сказали вы можете быть свободны а старших мы так называемых штаб офицеров у того же самого елисеева он был полковником повезли в центральную россию на фильтрацию ну на проверку вот было же объявлено что кто у кого руки в крови кто отметился в зверствах того мы все-таки судить будем и накажем ну то есть получается судьбы пленных казаков сдавшихся под адлером были ну самые разнообразные при рядовых но мы уже сказали что их распустили по домам что касается офицерского состава ну старшего ну можно вспомнить что во первых вот командующий кубанской армии генерал морозов он тоже сдался шплин да его двадцатом году приговорили к тюремному заключению но в 1922 уже освободили то есть он просидел меньше двух лет потом он пошел служить в красную армию он служил при военно-политической академии в ленинграде его карьеру ну правда в тридцатом году его опять арестовали опять приговорили заключению но это уже совсем иные события мы еще 30-х годах будем говорить отдельно но тем не менее вот пожалуйста человек немножко посидел но потом все принципе на хлебное место да да потом что еще в том же самой катинодаре многих офицеров которые были из технических войск там сапера артиллеристы их сразу в красную армию забрали но тот же самый польский фронт нужны специалисты да не многих но тоже кто кого-то из офицерства определили инструкторами в красное кавалерийское училище как писал елисеев которая помещалась в здании бывшего женского мариинского института но сейчас это тоже военное учебное заведение которое в краснодаре простонародье называется училище шифровальщиков да вот оказывается там в двадцатые годы было кавалерийское училище потом кстати через время она получила очень интересное название северокавказская кавалерийская школа горских национальностей то есть юные черкесы абхазы осетины тот же самый будущий дважды герой советского союза и саплив вот все они свою офицерскую карьеру начали в этой кавалерийской школе горских национальностей то есть получается отпущенные пленные кубанские казаки офицеры учили потом вот в этом учебном заведении их всем премудростям кавалерийской службы вывезенных в россию штаб офицеров их проверяли в чека и если они не хотели служить в ркк то есть им предлагали то есть мы вас проверили более-менее к вам претензий нет не хотели бы вы поступить на высокие команды должности в красную армию всем всем предлагали вот ну кто говорил да а кто-то говорил нет вот кто говорил нет их высылали центральной губернии ну на различные гражданские работы а что-то за работу были ну да то есть там чем землю копать нет не землю копать то есть вот мы упоминали елисеева а он попал в плен со своим старшим братом то есть вообще было три брата один оказался там в крыму в итоге там погиб а вот два брата андрей и федор елисеевы они вот в этот плен вместе попали вместе были вот до этого дошло когда вот им начали предлагать вот старший брат елисеева тоже белый офицер андрей он бы по образованию железнодорожный техник ну то есть железная дорога инженер сидела то есть он был отправлен в перм на урал работать на местных заводах и там работала жил до второй половины 30-х годов до своего до своего ареста годы вот этих сталинских репрессий то есть он строил долгие годы карьеру гражданского инженера его брат федор как более непримиримый который вообще категорически не хотел быть красным офицером конце концов его туда туда пытались там пристроить он оказался в екатеринбурге на должности преподавателя физкультуры но он был хороший гимнаст физически развит да это факт потом он там джигетовал за рубежом вот в этих турне участвовал до 52 лет в седле сидел и джигетовал можно представить какая не была физическая подготовка вот но тем не менее вот для него это был просто повод сбежать в мае 1921 года он уже там екатеринбурге где-то подпольно добыл удостоверение студента лесного факультета уральского университета поехал якобы на практику в петрозаводск в карелию ну там лесаж да такое а там граница с финляндией он ее нелегально перешел сбежал финляндию потом оказался в конце концов в стане этого белого движения зарубежного ну и вот собственно так его дальше но жизнь уже в эмиграции и шла то есть вот так вот такие судьбы были у этих пленных кубанских офицеров высшего плана на что было дальше дальше можно было бы как рассуждать если так мягко очень советская власть обошлась с пленными казаками встает вопрос а смысл вообще дальше продолжать гражданскую войну что действительно это факт тоже малоизвестны что советская власть прилагала кучу усилий то есть много раз протягивала как говорится руку открытую для того чтобы вот примирить себя вот с этой как бы оппозиции ну казалось бы да все конец гражданской войне и официально в принципе считается что в 1920 году ну как бы боевые действия основные гражданской войны на кубани закончились потому что действительно отбив краю белых большевики они пытались осторожно и мягко перестроить жизнь казачьим края это факт ну в принципе это понятно потому что кто эту политику мягкую проводил те же самые кубанские казаки только красные мы по-моему упоминали предыдущих выпусках что один из таких самых известных красных кубанских казаков был ян полуян то есть сам урожайниц станицы елизаветинской председатель кубано-черноморского ревкома там кстати целый клан их был там у него были братья сестра они все вот в этих различных должностях в советской иерархии ну отметились вот ну а ян полуян из них самый такой активный то есть он проводил эту политику прекрасно зная что такое казачество сам являясь казаком плюс у него были определенные как бы документы распоряжения в частности рекомендации всероссийского съезда трудового казачества на котором этот мягкая политика была выработана на поэтому в течение весны двадцатого года областные органы нужно советские органы на кубани они вообще никаким репрессиям не прибегали то есть но в конце концов мы только что сказали что всех рядовых казаков тут же отпустили по домам вот то есть комитеты бедноты не создавались то есть вот то что многое что уже было в центральной россии в годы военного коммунизма уже наработано и введено здесь с этим не торопились то есть смотрели присматривались выжидали что будет дальше чтобы обстановка не накалял да то есть никто из властей советских то есть не хотел накалять обстановку да но к сожалению она сама по себе стала накаляться то есть с весны двадцатого года этой с мирной весны двадцатого года прошло время началось лето июнь июль и в летом двадцатого года ситуация стала меняться и далеко не в лучшую сторону. Почему? Ну, опять же, вот какие-то моменты, связанные с землей и вот с чем. То есть в крае была введена государственная монополия на распределение продуктов питания. То есть запретили свободную торговлю хлебом, мясом, салом, сметаной и так далее. То есть рыночки прикрыли. Дальше царские единикинские денежные знаки стали изымать. Понятно, что уже ходить они не могли. Плюс началась продразверстка. То есть были созданы продотряды. Ну, то есть накаляться обстановка стала из-за того, что на Кубани стали потихонечку вводить вот эти составные элементы политики военного коммунизма. Почему? Ну, кубанский хлеб был очень нужен большевикам. Очень нужен. Об этом и Ленин часто в своих программных документах писал и говорил. И даже не столько вот он был нужен большевикам, сколько регионам Центральной России. Потому что они уже к 20-му году, как говорится, более чем достаточно. Насиделись на пшенке, на вот этой ржавой селедке, на таране. Тогдашний вот рацион обычно пайковый советских служащих. То есть, ну, страна голодала. Соответственно, кубанский хлеб был нужен, чтобы накормить вот эти голодающие центральные районы России. Тот же самый Ленин говорил, что вот для этого нам и очень важно победить контрреволюцию в Сибири, на Украине и на Кубани. То есть он назвал три основных главных зерновых региона, откуда нужно было взять хлеб в Центральную Россию. То есть под белыми регионами. Но, правда, не будем забывать, что продразверстка, по сути, она, мера-то была давно уже назревшая и вынужденная. По крайней мере, вот как говорили на эту тему некоторые деятели политические. Цитирую. Нам нужен хлеб. Будь то добровольно или принудительно. Перед нами стояла дилемма. Или пытаться получить хлеб добровольно, путем удвоения цен. Ну, то есть мы увеличиваем закупки. Стимулируем. Да, люди нам начинают хлеб продавать. Или же непосредственно перейти к репрессивным мерам. Теперь же я прошу вас, граждане и товарищи, совершенно определенно сказать стране, да, этот переход к принуждению является, безусловно, сейчас необходимым. То есть у нас нет денег, мы не можем по первому методу пойти. Мы пойдем по методу репрессии. Мы начнем принудительно забирать хлеб у населения, потому что он нужен и нам его не дают. Казалось бы, очень пафосная речь, которую мог сказать любой представитель большевистской партии. Может, даже Ленин так мог сказать. Но на самом деле эти слова принадлежат не Ленину и не какому-то деятелю из партии большевиков. Их произнес 16 октября 1917 года, то есть за неделю до большевистского переворота. Сергей Прокопович, министр временного правительства, причем министр продовольствия, ну, временного правительства последнего состава, да. Причем известный либеральный экономист. Один из руководителей вот этого массово-кооперативного движения, которое в царской России уже зародилось. Горячий сторонник рыночной экономики, децентрализации. Ну, короче, либерал. И тут такие вещи говорит. Почему? Как так? То есть, а как же проклятые большевики? Ну, да, вот эти все вещи надо нам рассказывать. Дело в том, что еще, ну, там, еще, можно сказать, даже в 1915 году крестьяне, ну, из-за чего? Из-за инфляции, из-за того, что уменьшился поток товаров из города, ну, там, знаменитую мануфактуру перестали вести, ситец, там, лены, там, вот эти все набивные ткани, у всех этих, там, с морозовских, там, других знаменитых наших тхатских мануфактур. То есть, деревня обшивала себя же сама, но ткани из города везли. То есть, все это пропало в деревне. И крестьяне стал как рассуждать? Ну, зачем буду везти в город зерно просто так? Лучше я его припрячу до лучших времен, или, в конце концов, оно там на самогонку, в принципе, можно его перегнать. В жидкую валюту. В жидкую валюту превратить в жидкую валюту. Да, совершенно верно. А власти на это все смотрели и понимали, что, а что мы можем сделать? А ничего они не могли сделать, потому что Прокопович говорит, вот надо делать, вот давайте репрессивные меры введем, но не ввели же. И, в конце концов, в России-то и продуктовой карточной системы не было. Только под конец уже, когда революция стучала с двери, ввели там эти карточки на сахар, на какие-то вот такие продукты. Но всю Первую мировую войну Россия не знала карточек. То есть, ну, считалось, что как-то мы сможем справиться с этой проблемой, но не справились, не смогли. Поэтому, когда в 1917 году мужик получил, казалось бы, ну, долгожданную землю, все, вот власть отдала землю, большевики тебе, ну, твою вековечную мечту осуществили, ну, дай им зерно. Ну, дай им зерно, русский мужик. Вот. А мужик все равно не повез хлеб в город. Вот. Соответственно, он даже еще тщательнее стал это зерно прятать. И тогда большевики решили взять зерно силой. Сделав то, что, ну, хотели сделать царское правительство, временное правительство, но не решили. Оттягивали. Да, хотя вообще-то на Кубани уже в 15-м году принудительная скупка зерна по низким ценам уже была. То есть, власть говорит, хотите, не хотите, ребята, продавайте зерно по инфляционным невыгодным ценам, ну, продавайте, потому что, ну, мы с вас его возьмем, так или иначе, да. А я, кстати, карточки упомянул, да. А в то же время вот Германия, ну, наш главный противник в той войне, немцы, они на карточках войны сидели. Сидели на этом маргарине, на брюкве, на свекле, но при этом исправно кормили свою армию. И, ну, как мы знаем, вплоть до конца 18-го года германская армия достаточно успешно и хорошо себя чувствовала там, ну, на Западном фронте и на Восточном. То есть, получается, вот такая историческая разница была в экономической, как бы, политике царской России внутри страны в годы войны, ну, и кайзеровской Германии. Да. То есть, проблему большевики получили по наследству, а не потому, что они были злые, злые, очень ужасные, и только и хотели, чтобы весь русский народ искоренил. Поэтому к 20-му году, еще раз повторюсь, они выкачали все ресурсы из центра страны. Все. И поэтому им жизненно были нужны территории Кубани, Украины, Сибири, как вот зерновые регионы, откуда это вот зерно теперь можно будет взять. Правда, конечно же, не будем во всем и всегда хвалить большевиков. Справедливости ради скажем, что из-за развала промышленности, ну, правда, конечно, военная промышленность не в счет, куда бедно все-таки броневики, снаряды и винтовки производились на заводах в годы Гражданской войны, бронепоезда клепались. Вот, то есть, вообще, как таковая промышленность, там, легкая, пищевая, она была в развале. Соответственно, никто, вот как пообещали советы, то есть, крестьяне дают хлеб, а мы им товары, там, вот эти все первые необходимости, будем везти из городов в села, ну, и в станицы. То есть, там, мыло, ситец, гвозди, сельскохозяйственную технику, мы будем вам предоставлять, а вы нам зерно. То есть, получается, в обмен на изымаемый хлеб это никто не повез. То есть, здесь, как бы, советская власть тоже не выполнила своего главного обещания. Ну, ладно. Короче, мы отвлеклись, видимо, в общие российские какие-то нюансы. Одним словом, в станицах кубанских летом 20-го года началось глухое брожение, которое в итоге вывелось в так называемое движение бело-зеленых. Ну, то есть, вот так. Константин, а не мог бы ты подробнее рассказать, что означает вообще термин бело-зеленые? Ну, вообще-то, да, интересный момент, потому что в годы гражданской войны, ведь как на Кубани было, противоборствующих сторон было много, и они были разных цветов. Например, были, ну, классические, ну, белые, да, красные, потом кубанские самостейники, которых можно, наверное, вот флаг Кубани посмотреть, он такой трехполосный. Ну, сказать, что были, значит, кубанские самостейники, малиново, синие, зеленые. Да. Вот. Потом были классические зеленые, вот эти вот партизаны лесные. Кстати, красно-зеленые у нас были. Если кто в центре города Новороссийска обращал внимание, там есть улица красно-зеленая. Да. Ну, и получается, вот в этом списке присутствовали и бело-зеленые. Хотя, если вот увлечься этой цветовой гаммой, можно вспомнить, ну, кого там, анархисты с их там знаменами черными, с этими нашивками, черепами, костями, тоже такая символика мрачная. То есть, и черные тоже у нас были, получается. То есть, да, бело-зеленые – это одна из категорий участников гражданского имена Кубани. По своей сути, ну, кто такие бело-зеленые? Это вооруженная позиция советской власти. Как таковая. То есть, просто враги советской власти образца 1920 года. Причем весьма такого пестрого политического характера. То есть, если таким даже каламбурчиком говорить, то бело-зеленые были от монархистов до анархистов. То есть, они были разные. Причем, ну, они конфликтовали между собой, но тут у них появился общий враг, советская власть, ну, которая их на время спаяла в какую-то общую массу, и они вот этой общей массой выступали против советов. Да. Насколько я знаю, в принципе, вообще пространстве общественном, информационном под бело-зелеными именно вот как-то понимают казаков. Так ли я говорю? Соглашусь, что если вот так слушать какие-то общие фразы о истории гражданской войны на Кубани, обычно да, есть четкая ассоциация, что все казаки пошли в бело-зеленые. Все, ушли в горы, в плавни, в леса и начали воевать вот такими повстанческими отрядами против советской власти. Но это не так. То есть, на самом деле, вот в этой партизанской бело-зеленой среде, ну, понятно, что казаки были, но были и, скажем так, вот эти вот крестьяне иногородние, причем разные. Ну, например, бывшие солдаты добровольческой армии. Потом крестьяне-беженцы из Центральной России, которые тоже за эти годы, ну, набежали сюда. В конце концов, были и коренные иногородние крестьяне, которые жили на Кубани и до революции десятки лет до этого. Они тоже, многие, пошли в белозеленые. Единственное, стоит уточнить, что почему все-таки вот казаки-казаки говорят. Ну, дело в том, что казачьи, как таковое, ну, казачьи офицеры и там врядники, рядовые казаки, они имели более хорошую военную подготовку. И поэтому часто они стояли во главе этих отрядов, ну, командовали ими. То есть, вот эти вот представители белозеленого движения, верхушка, ну, часто были, например, казачьи офицеры. Но отряды были очень такого пестрого набора и политического, и социального, и сословного получается. То есть, по сути, это стереотип о том, что белозеленые это только казаки. Константин, а мог бы ты тогда вкратце рассказать о причинах вообще возникновения и подъема этого белозеленого движения? Понял вопрос. Ну, то есть, я что-то про продразверстку так много говорил. То есть, можно, видимо, проследить какую-то ассоциацию, что продразверстка белозеленые. То есть, причина, следствие. Да. Но вот с другой стороны, на мой взгляд, причину какой-то одной, прям одной-одной, не назовем. А если основные брать, видимо, можно вычленить две. То есть, это в первую очередь, соглашусь и еще раз повторюсь, с одной стороны, это недовольство продразверсткой. Да, факт. Ибо, вот, как мы сказали в 20-м году, как большевики стали выкачивать хлеб с Кубани, ну, так вот в эти голодные центральные районы, это и стало подыматься. Но, если бы только это, то такого бы накала не было. С другой стороны, не менее важной, это так называемые непримиримые. То есть, которые, ну, вынужденно замедились с советской властью весной 20-го года. То есть, им пришлось сдаться. Их советская власть мягко к ним обошлась, распустила по станицам. Ну, они что, прям искренне переродились? Они там, как бы, за это время прям полностью сменили свой вектор политический? Нет. То есть, они по станицам разъехались и, как бы, свою вот эту вот непримиримость к советской власти они затаили. То есть, тем более, что когда добровольческая армия в Крым ушла, то есть, они видят, что ситуация политическая изменилась. То есть, и кубанская армия сдалась под Адлером, а там, Деникин сдал командование Врангель в Крыму. То есть, ну, какие у них шансы? Поэтому они на время успокоились, затаились, ну, и просто ждали удобного момента. Если говорить о каких-то других причинах бело-зеленого движения, то, судя по воззваниям так называемой кубанской повстанческой армии, ну, то есть, наиболее крупного соединения бело-зеленых, потому что они часто и свои прокламации, листовки выпускали, то есть, документы письменные сохранились. Кроме двух основных причин, которые мы уже назвали, еще можно проследить, что там есть недовольство жестокостями комиссаров и коммунистов, как таковыми, потом развалом Святой Руси, также вот этой богоборческой антирелигиозной политикой, которую начали большевики. Хотя, все-таки, на мой взгляд, на третье место по причинам бело-зеленого движения можно упомянуть вот этот сепаратизм, самостийное движение кубанское, которое в умах не всех, но части кубанского казачества присутствовало, тем более, что некоторые члены вот этой законодательной кубанской рады, то есть, вот эти активисты, самостийники кубанские, они, кстати, многие из них попали в плен, вот вместе с этой кубанской армией, вообще в плен попали, их отпустили, какое-то время они там попытались делать вид, что они готовы к сотрудничеству с советской властью, но потом они посбегали к бело-зеленым и там развернули свою вот эту вот агитацию, пропаганду дальше на тему кубанской самостийности, автономии и все, что с этим связано. Одним словом, летом 1920 года, согласно статистике, которую большевики собрали, на Кубане было около 30 крупных повстанческих отрядов, ну еще и мелкие, разнообразные. Самое большое из этих отрядов это армия возрождения России генерала Фостикова, которая насчитывала, пять с половиной тысяч бойцов, и у них были там и орудия, и пулеметы, ну серьезно они там окопались в своих горах. Причем сам Михаил Фостиков как раз был из среды непримиримых, которые ни на какое соглашение, ни на какое примирение советской властью идти не хотели. В армии Деникина в годы гражданской войны он был командиром 2-й кубанской казачьей дивизии. Почему он был непримиримый? Ну в конце концов у него красные расстреляли всю семью в станице. То есть какие-то личные мотивы. Да, ну как часто, вот тот же самый Федор Елисеев, которого мы упоминали. Главная претензия, как он говорил, к богом проклятой советской власти, за то, что какой-то там красный командир полевой, которого потом, кстати, сами красные расстреляли за самоуправство, он расстрелял его родного отца. Все. Вот после этого уже никакого отношения положительного к советской власти у Федора Елисеева не было. То есть это личные мотивы. Так и у Фостикова тоже. Итак, весной 20-го года, когда Фостиков вместе со всей армией, вот они отступают же, вот Новороссийская эвакуация, сдача куманской армии под Адлером, его с небольшим отрезом его отрезало. Ну его отрезали от основных войск. И он ушел с этим отрядом в горные станицы. И к лету 20-го года уже создал на базе этого отряда, ну, в кавычках, армию возрождения России из нескольких тысяч человек. Ну, в основном казаков из станиц Баталпашинского отдела. Ну, станица Баталпашинская это современный город Черкесск. Соответственно, это территория современной Карачаева-Черкесии. Ну, места горные, очень удобные для партизанской повстанческой борьбы. И вот как раз к Фостикову в эти горы прибыли из Крыма посланцы от Врангеля со следующей информацией, что ждите от нас сигнала к выступлению, которое скоро будет. То есть, вот, чтобы мы, ну, наши действия были согласованы. Так, а что это за сигнал был, о котором они говорили? Ну, это даже не какой-то там радиосигнал, типа пропипикали и все. Нет, это было событие, которое, как бы, собственно, и запустило дальнейшие, как бы, вот эти вот моменты противостояния между красными и белыми. Ну, в смысле, казаками и советской властью. Это, этим событием, этим сигналом был десант белых войск из Крыма под командованием генерала Сергея Улагая. По крови, кстати, кубанского Черкеса с очень хорошей репутацией времен Первой мировой войны и даже гражданской, что особо крови на нем никакой не было. То есть, честный служака, рубака, кавалерийский генерал, вот его Врангель в Крыму и назначил командовать этим десантом, который 14 августа 1920 года высадился с кораблей в станице Приморско-Ахтарской на Азове. Ну, высадилась очень такая серьезная войсковая группировка, это где-то 4,5 тысячи человек, там пехота, кавалерия, аршиллерия, части тыловые, да. Ну, правда, было еще два небольших отвлекающих демонстративных десанта на Тамане и под Анапой, но основной десант это все-таки в Ахтарях. Итак, вот как только высадились, тут же белая конница там вскочила на коней и под личным командованием Улагая рванула к станице Тимошевской. Почему к станице Тимошевской? Ну, это важный железнодорожный узел, от которого уже все железнодорожные пути и транспортные рты ввели на Екатеринодар. Соответственно, была главная задача быстрым рывком взять Екатеринодар. Ну, а дальше уже этот успех надо было развивать. И, в принципе, поначалу наступление шло успешно. То есть, немногочисленные части Красной Армии в основном отступали или они уничтожались наступающими белыми, потому что на Кубани на тот момент Красных войск было мало. Тогда, ну, кроме сидевшего в Таврии, в Крыму, в Рангеле, другая проблема была, это Польский фронт. Та же самая первая конная армия Семена Буденного, которая участвовала в этих боевых действиях на Кубани весной, она на этот момент уже находилась на Польском фронте, участвовала вот в этой знаменитой попытке экспорта мировой революции в Европу. Как это еще называли ее? Кавалерийская атака на капитал, когда там были такие лозунги «Даешь Варшаву», пролетарий на коня. В принципе, первое время тоже достаточно успешно, то есть, были надежды у руководства Советской России, что вот как раз вот-вот и случится их та самая мечта, мировая революция. Не случилось, но, тем не менее, все силы были брошены туда. На Кубани войск было мало. Поэтому практически 40 километров оставалось Белым до Екатеринодара. То есть, они так успешно наступали. Из города даже началась эвакуация советских учреждений, совслужащих так называемых. И единственное, что вот чего ждали еще Белые? Что вот-вот, вот сейчас, вот со дня на день, ну завтра буквально, вся Кубань взорвется всеобщим восстанием против Красных. Тогда все, победа. Все, победа. Плюс еще и Фостиков со своей бело-зеленой армией. Он с гор вышел и наступал на Армавир. То есть, он наступает на Армавир, увагай, наступает Никотиандар, берутся в клещи красные и все. Дальше все будет хорошо. Но этого не случилось. В конце концов, красные подтянули резервы, свежие части. Ну и разбили врангелевские войска, можно сказать. Которые были эвакуированы в Крым обратно. То есть, они, потерпев неудачу, ушли обратно, потому что, ну как, никакого всеобщего восстания не случилось, на которое они рассчитывали. Причем, несмотря на пропаганду советской власти, что там несчастные разбитые врангелевцы отступали, теряя все подряд, на самом деле, да, потери они понесли страшные. Когда потом собирали статистику, выяснилось, что вот в пехотных частях, в ротах, причем часто из офицеров, такие элитные части, там, ну 60-70% выкосило. Вот. Но в то же время десант вернулся обратно в двойном составе, потому что с ними в Крым ушли где-то тысяч 10 казаков и тех, кто к ним примкнул все-таки. То есть, вся Кубань не поднялась, но определенная часть ушла с ними. Кстати, даже 6 тысяч лошадей они с собой перевезли, и даже пленных красноармийцев они перевезли в Крым. То есть, это было организованное отступление, и пушек они привезли в два раза больше обратно, чем на Кубань высаживались. То есть, это были трофеи, взятые у красных. Но, тем не менее, это все-таки стратегическая неудача. Плюс армия Фостикова тоже была разбита, потеряла всю артиллерию, там, боеприпасы, ушла через горы в Грузию, ну, где-то 2000 человек. 20 до 3 сентября 1920 года отряд Фостикова был на кораблях вывезен в Крым в Феодосию. Ну, то есть, к Франгелю присоединялся, тоже уже покинув территорию Кубани и Черноморского побережья Кавказа. То есть, вот такие события. И, кстати, об этих событиях интересно достаточно писал, ну, вот об одной из акций вот этого армии возрождения России, Фостикова, в сентябре 1920 года. То есть, уже, как бы, десант улагая разгромлен, но Фостиков еще в горах держится. Вот об этом периоде интересно написал, такой был советский писатель Иван Рахилло, уроженец города Армавира, ну, в 20-30-е годы достаточно известный советский писатель, который на тему вот летчиков, Чекалова писал тогда очень хорошо. Вот фрагмент из его воспоминаний, что сентябрь 1920 года в комсомольском клубе объявлен концерт-бал. Танцы под оркестр народных инструментов, весь сбор в пользу голодающих детей. То есть, такую вот, ну, акцию армавирские комсомольцы организовали. И тут в самый разгар танцев в зале прозвучало внимание, вечер закрыт, всем немедленно разойтись по домам, а бойцам отряда Чон остаться. То есть, вот эти вот части особого назначения Чоновцы тогда уже на Кубани уже были сформированы. Ну, говоря современными мерками, это что-то типа Росгвардии. То есть, это не армия, это такого ополченческого, милиционного, резервистского плана формирования, который часто использовали для антипартизанских таких вот действий. То есть, типа, всем собраться. Получен приказ. Нашему отряду Чон выступит в сторону станицы Невиномыской. Банда атамана Фостикова численностью до 600 сабель атаковала поезд с делегатами Коминтерна, которые возвращались из Баку со съезда народов Востока. Тоже, кстати, интересное событие, когда большевики вовсю экспериментиру с различными вещами, вот, даже попытались объявить какой-то, знаете ли, что ли, мусульманский джихад-газоват капитализму. Когда вот собрали такой съезд мусульманских народов Востока в Баку, там хроника сохранилась, там Зиновьев там очень много, там что-то выступал, говорил. То есть, вот, даже так. Даже вот эту тему пытались использовать для своих целей мировой революции. Итак, то есть, поезд был атакован. Ну, отряд Чоновца выступил навстречу на пулеметных тачанках, значит, собравшись там быстро с оружием, но банда Фостикова отступила в сторону предгорных станиц. То есть, не случилось боевого столкновения, они возвращаются в Армавир, а там уже поезд этот прибыл на вокзал, идет митинг, все замечательно. И вот интересная сценка. Мы стоим, ну, вот этот Иван Рахила, будущий писатель, этот Чоновец, кстати, в буденовском шлеме с синей звездой. Это он в калерийских частях служил, потом как бы вот в таком дембельнутом состоянии он в Чоновцы попал. Итак, значит, мы стоим в толпе, идет митинг, и в это время на перрон спрыгивает высокий стройный человек в клетчатой рубашке. Кстати, клетчатая рубашка тогда в России, это вообще вещь непривычная. Иностранец. Сразу понятно, иностранец. И с радостной улыбкой направляется прямо к Тачанке нашей, Чоновской, там с пулеметом. Оу, восхищенно говорит он, милитар кабриолет. Милитар военный кабриолет, ну, Тачанка, короче. Мы его поправляем. Тачанка, говорим ему. Таучанка, Тачанка, буденный. То есть, он трогает бурку, которая на меня одета. Каукас, кавказ. Вот. А мы ему в ответ, да, кавказская бурка. Ну, по слогам мы как бы правильно говорим. Бурка, бурка, Таучанка. Вот. Незнакомец говорил с явным иностранным акцентом. Ну, хотя вроде в русский понимал, да. На прощание потом мы с ним пообщавшись узнали, что он представляет в комментарии американских рабочих по профессии журналистов. И зовут его Джон Рид. Тот самый знаменитый Джон Рид. Оказывается, вот на вокзале города Армавира милитар кабриолет рассматривал подробно и свой, как бы, лексикон кавказский повышал. Вот так вот. Константин, а мог бы ты все-таки выделить основные причины, которые предопределили, скажем так, неудачный исход десанта у Лагая? Да, совершенно правильное уточнение. Хотя косвенно я что-то там уже успел сказать, но теперь лучше конкретно высказаться, что основной причиной вот того, что все-таки неудача была у этого десанта. Это был крах надежды там белых стратегов, кто это все планировал, что стоит им только вот появиться на Кубане, тут же начнется широкое всеобщее восстание кубанского казачества против советской власти. Этого не случилось. Почему? Ну, в конце концов, люди уже навоевались. И они не видели уже смысла в дальнейшей вот этой вооруженной борьбе. Это явно главный, может быть, даже практически основная причина неудачи этой военной операции. Хотя, конечно, можно еще сказать, что если сперва в боевых действиях удача была на стороне белых и даже какое-то превосходство определенное, численное, потом, подтянув резервы, войска, даже там с других губерний, оперативно все переправив, части дополнительные, то есть образовался перевес в силах уже у красных и в людских, и в материальных, в ресурсных, там, вплоть до бронеотрядов. И уже все. С этого момента, как бы, удача изменила белым, и они стали терпеть поражение. Ну, соответственно, какой-то фактор внезапности, он уже не играл никакой роли. Да, совершенно верно. Если сперва еще сыграл свою роль фактор внезапности, потом уже началось противостояние у кого больше солдат, у кого патронов, у кого там броневиков больше. То есть, до такой степени уже. Хотя, вот, как бы, это совершенно правильное замечание, что, вот, ну, все-таки, уточнили мы причины. Но тут еще, видимо, стоит важно обсудить последствия, которые были вот этого десанта. Они были тоже очень важны, потому что этот десант изменил политику большевиков по отношению, ну, к населению Кубани и конкретно к казачеству. То есть, с одной стороны, десант Улагая породил волну жестоких репрессий и серию военных операций против в белозеленых. С другой стороны, большевики усилили свою агитационную и культурно-просветительскую работу в казачьей среде. То есть, они увидели, что вот это их мягкое отношение в начале 20-го года, весной, оно, на самом деле, большое, как бы, вот, ну, не сыграло роли. То есть, чуть что, и оказывается, все старые проблемы опять всплыли на поверхность. Поэтому, вот, например, 27 августа 1920 года во время десанта Улагая Викатинодар прибыл нарком-военмор Троцкий. То есть, ну, советский военный морской министр Лев Давыдович, да? Второй человек государстве на своем знаменитом бронепоезде, на котором он насался по всем фронтам гражданской войны. И с трибуны он так грозно, многознащительно заявил, что если кулак и казак попробуют подняться против советской власти еще раз, то тяжкий каток прокатится по Кубани и ни одна станица пожалеет о том, что ее смутили и обманули. То есть, это были прямые угрозы жестоких репрессий, если, ну, ситуация не изменится. Тем более, что такие слова Троцкого большевики, ну, естественно, подкрепили делом. Опасаясь и общего восстания казаков, ну, вот этих самых недавно отпущенных по домам опрощенных, ну, правда, как мы уже сказали, восстания не произошло. Но большевики, ну, его, видимо, тоже ждали, ну, как ждали белые, да. Вот. Они начали арестовывать, держать в заложниках, а также высылать из станиц всех потенциально опасных людей, чтобы этого взрыва не произошло. Ну, в основном это были священники, казачьи старики, офицеры, члены их семьи. Ну, если потом, когда десант уже был ликвидирован, ситуация уже успокоилась, кого-то из них выпустили на свободу. Ну, например, арестованных, вот, опять же, вспоминаем Федора Елисеева, он говорит, мою сестру, которая вместе со мной участвовала в этом походе кубанской армии, потом сдали из плена, меня увезли в Центральную Россию, в эту фильтрацию. Сестру мою младшую отпустили в станицу, так ее в подвал посадили, ЧК местная. Потом выпустили, когда десант прошел. Но кое-кто так и никогда в станице не вернулся. То есть, что произошло? Опять же, если обращаться к воспоминаниям Федора Елисеева. Летом 1920 года он оказался в Москве. Ну, там их куда-то опять возили, там перевозили. И узнал, что на вокзале рядом с их поездом стоят три состава с кубанскими офицерами, которых везли куда-то на север. Елисеев навестил земляков-станишников, которых там нашел, которые ему рассказали, что их, да, это факт, что их отпустили из лагеря в Екатеринодаре еще тогда. Они спокойно приехали в станице, жили мирно, как бы никаких эксцессов не было. Вдруг, когда высадился Улагай и Фостиков вышел с гор, ну, как они так им говорили, да, нас вызвали в комиссариаты, в отделах там по месту жительства, сказав для регистрации. Они ничего как бы плохого не думают, тем более они про этот десант Улагая толком ничего и не знали, что там что-то произошло, да. Они спокойно пришли на регистрацию. Тут их оцепляют войсками, грузят на поезда и увозят с территории Кубани. То есть это вот те самые младшие офицеры, урядники, ну, то есть унтер-офицеры, там, станичные писаря, чиновники войска гражданской направленности, ну, там, старики, офицеры, ветераны, священники, то есть вот эту всю массу изъяли. Вот в станичном вагоне, где как раз сидели казаки из станицы Кавказской, Елисеев увидел. Там был, он пишет, наши дряхлые старики из станицы их вывезли. Например, войсковой старшина Антон Ломанов, которому уже было за 70 лет, ну, казачий историк знаменитый. Потом военный чиновник Слепухин, бывший станичный атаман Харульжий Булдыгин. Мои сверстники, пишет Елисеев, станичные учителя Вася Боярский, Гриня Белоусов, ну, то есть станичная интеллигенция. Потом мальчишка, 22-летний писарь, вина которого было только то, что он в этом в отделе, ну, писарем был. То есть их всех арестовали и вот в этом вагоне не сидели. Никто из них не знал, куда их везут. Ну, и я, естественно, тоже. Но при этом Елисеев уточняет, что составы практически никто не охранял. То есть их просто вот с Кубани вывезли подальше от десанта и можно было там выпрыгнуть где-то на ходу, сбежать. Но никто никуда не бежал, потому что думали, ну, что, ну, там везут, ничего страшного не было. У нас же уже был опыт, ну, мы сдались в плен, нас опустили, что тут такого. Ну, подумаешь, там, из-за этого десанта нас на время как бы вывезли. Там покатают, посидим, потом обратно вернут. Но, в конце концов, как писал Елисеев в своих воспоминаниях, эти 6 тысяч кубанских офицеров, чиновников, вольно определяющихся истаничных атаманов и действительные службы отставных, которых арестовали во время десанта улагая на Кубань, их привезли на север, холмогоры, ну, туда вот, да. Выделив офицеров специальных войск, ну, опять же, там, саперы, артиллеристы, технические такие войска, всех остальных расстрелял Красный Мадьярский караул на Северной Двине, как передавали мне уцелевшие офицеры, специалисты техники, которых вот, ну, которых пощадили. Ну, то есть, получается, вот такие вот предупредительные жестокости, ну, по факту, из-за этого десанта улагаем. И другой вопрос, а если б не было десанта, наверное, никаких бы расстрелов не было. То есть, на ком вина лежит. Ну, на советской власти, конечно, она лежит. Ну, как минимум, половина вины за эту кровь невинную лежит на белой армии из Крыма, которые вот эту военную акцию устроили, свалили эту проблему на голове населения Кубани, а которые их не поддержали. Они уже не хотели воевать. Ну, правда, еще один момент. Это же устные воспоминания эмигранта. Ему там рассказали. Да, от кого-то он слышал. Я уже привык к тому, что никогда не стоит доверять информации только из одного источника, а не более предвзятого. Точно так же, как есть красная пропаганда, есть белая пропаганда. И насколько там вот массово и в тысячах этот расстрел был, надо перепроверять. Это точно так же, как вот мы в предыдущих выпусках упомянули о социализации девушек в Екатеринодаре, которая якобы была. Потом я просто самому стало интересно, подробнее изучил, выяснил, что это фальшивка, порожденная этим ослагом, этим идеологическим отделом добровольческой армии. Десять раз подряд уже историки доказали, что никакой социализации вот этих массовых изнасилований девушек в Екатеринодаре не было. Жестокости, несправедливости были, но не до такой степени. Так и здесь. Видимо, надо перепроверять, уточнять, искать какие-то другие документы. То есть метод, как это, перекрещивающихся источников, чтобы разные источники доказали одно и то же. Причем даже часто противоположные. Пусть это будет белый и красный источник. Ради бога. Но лишь бы они сошлись в том, что факт был. Тогда уже можно будет серьезно говорить. А пока так.